Продолжение следует... Деленеет, зеленеет на полянке травенькая, так никто не пожалеет, как жаная маменька. Народные гуляния с песнями, танцами, горячим чаем и угощением в Метрополичем саду или мастер-классы, молодежные встречи и концерт православных музыкальных коллективов. Выбрать развлечение в этот день было из чего. По словам участников крестного хода, такие праздники, как Международный день православной молодежи, необходимы. Они дают возможность находить изнамышленников, заводить друзей. Подобное как раз родошествие помогает помочь человеку, молодому в этом мире найти себя. Это очень важно сейчас, мне кажется. Тем более в этом мире бесконечно сменяющихся событий, каких-то таких вот, таких вы знаете, плавающих этических норм. Здесь очень важен ориентир. И вот церковь православная наша именно предоставляет подобный ориентир и помогает через подобного рода крестный ход, именно к подобному шествию тоже присоединиться и вот этот ориентир найти. Молодежь должна знать, что мы православные, что мы должны объединяться, что мы должны все вместе дружить, поддерживать друг друга. Да, я думаю, что такие праздники нужны. В чем суть? В том, чтобы заявить, что в православной церкви есть место молодежи и это правильное место, куда молодежь может приходить. А вечером все желающие собрались в гостинке «Арт», чтобы насладиться выступлением молодежных православных музыкальных коллективов. Алена Газенкамф, Максим Бочаров, Николай Ионеску. Специально для 1М. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok